Дело хирурга-юмориста, который, несмотря на то, что погубил человека, шутит и поясничает в зале суда, снова на рассмотрении. Я напомню, хирург 39-й больницы Андрей Сарычев летом был признан виновным в причинении смерти по неосторожности. У 20-летнего Антона Гвиздика был сахарный диабет первого типа, самый тяжелый. Но когда он попал в больницу с обострением, врачи на этот диагноз внимания не обратили. И в итоге ввели ему вместо лекарства яд, глюкозу. Антон спал в кому, а затем скончался. Я не смогла спасти ребенка. За один день в больнице его лишили жизнью. Врач не принял в внимании данные анамнеза, не оказал надлежащую медицинскую помощь, вследствие чего наступила смерть потерпевшего. Я не думал, что я оставляю своего сына убитым. Можно, пользуясь случаем, передать привет? Не надо, Андрей Николаевич. Подмазель, вас как звать величать? Меня зовут Анна. Очень приятно, Анна. Вы меня знаете, а я вас не знаю. Вы начали свою беседу не очень красиво, не очень корректно. До свидания. Скажите, все-таки, кому хотят привет поведать? До свидания. Чего у вас такое поведение? До свидания. И вот, несмотря на такое поведение, отсутствие раскаяния, суд, хоть и признал Андрея Сарычева виновным, назначил ему, можно сказать, виртуальное наказание. Два года ограничения свободы и на два года лишил возможности заниматься врачебной деятельностью. Но тут есть нюанс. Исчислять это наказание начали с июня 2012 года, момента начала судебного следствия. И вот получилось, что приговор вынесли, но наказание уже отбыто. Обе стороны потребовали пересмотра. Сам хирург не признавал своей вины, а родственники погибшего и прокуратура считали приговор слишком мягким. Однако суд высшей инстанции рассмотрение дела оставил без изменений. Сарычева признали виновным, но в связи с тем, что сроки давности стекли, в связи с тем, что он брал постоянные больничные, не приходил, затягивал процессы, он ушел от реальной уголовной ответственности. И остался материальный моральный ущерб. В сегодняшний момент с его стороны никаких действий не было предпринято что-то возместить. Вы знаете, вот у меня чувство, может быть это не хорошее чувство, у меня чувство призгливости к человеку, который решил жизнь моего племянника, я никогда его не прощу, никогда. Вот так вот взять и не подойти. Один сказал мне, я не подойду, он же просил, Антошка, он же просил, чтобы один посмотрел, вот другой, один отказал, другой отказал. Самое важное, чтобы другие люди не пострадали, чтобы других людей врачи не отправляли на тот свет. Если ты выбрал это специальность, то ты должен с душой идти на работу и оказывать помощь, а не бездействовать и быть безразличным, когда пациент у тебя умирает в коридоре. Сам Андрей Сарычев из 39-й больницы уволился и работает сейчас хирургом в больнице номер 30. Не он же его, будем говорить, целенаправленно из-за него погиб. Тут имеет место множество быть нюансов. Замечаний к его работе в настоящий момент нет. На данный момент ничего не было. За каждым врачом стоит жизнь пациента, поэтому контролируем всех. Кстати, суд присудил еще и около 2 миллионов рублей в качестве компенсации морального и материального вреда потерпевшей стране. Но ни копейки из этих денег выплачено не было. Продолжение следует...